Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшнем отрывке из Евангелия от Луки Господь, как по невидимой лестнице, возводит нас к разумению того, в чем отличие нашего нынешнего духовного состояния от состояния уже близкого к Богоподобию. И в чем отличие добра падшего естества, свойственного нам, от того добра, которое присуще человеку, уже преображенному благодатью Божией. Начинается сегодняшнее чтение с общечеловеческой заповеди о том, чтобы не делать другим того, чему не хочешь себе. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», — говорит Господь. «Это тот нравственный минимум, который не заключает в себе еще ничего специфически христианского, но которым без особого труда способен руководствоваться любой воспитанный и психически здоровый человек, умеющий мысленно ставить себя на место других. Уже древние, Сократ и Аристотель, Диоген Лаерцкий и Конфуций упоминают это правило. Но вот дальше Господь указывает на то, что всякое подлинное добро должно быть бескорыстным. «Если делаете добро тем, подразумевается только тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают», — говорит Он. И, наконец, Господь переходит к той труднейшей заповеди, исполнить которую может лишь человек уже преображенный, «Действием благодати Божией, возвысившейся над своей падшей природой. Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего». А дальше Он продолжает. «И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». Может показаться странным, что после призыва не ожидать ничего, Господь сразу же говорит о награде. Но, во-первых, награда обещана не от людей, а от Бога. От людей же Спаситель заповедует никаких наград не искать. А во-вторых, хотя награда от Бога и обещана, но человеку все же нельзя ее себе ожидать, как мы знаем и из Евангелия, и из святоотеческих поучений. Нельзя думать, что, живя по заповедям, ты приобретаешь какие-то заслуги перед Богом, и делаешься достойным наград. Как сказано в Евангелии, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Ведь все наше так называемое добро на самом деле, как ржавчины, изъедено различными страстями – человекоугодием, лицемерием, лукавством, расчетом, тщеславием. Только, в отличие от святых, мы этого не видим. Они же видели. И потому, по словам святителя Игнатия Вринчанинова, омывали свои добродетели, как если бы это были грехи потоками слез. Конечно, это не означает, что если наши добрые дела и добродетели таковы, что их можно лишь оплакивать, то, следовательно, они бессмысленны. Ни в коем случае. Всякое добро, даже несовершенное, имеет вечное измерение и соотносится с вечным божественным добром. И в несовершенном добре также проявляется действие промысла Божия, его любовь и забота о том человеке, к которому это добро обращено. А если добро приходит к кому-либо через нас, то и мы в тот момент становимся инструментом промысла Божия. Нам же самим совершение добрых дел необходимо еще и для того, чтобы мы могли убедиться на собственном опыте, а не с чужих слов, что на самом деле не способны исполнить никакое доброе дело без помощи Божьей так, как это нужно. Как убедиться? А вот именно замечая, подмечая в самом, что ни на есть добрым своем поступке, признаки и следы тех страстей, о которых была речь. Тщеславие, лукавство, человеку годие. Тогда мы сможем по-настоящему понять, что имеем нужду во Христе как в Спасителе. «Напротив, несчастлив тот, кто удовлетворен собственной человеческой правдой, ему не нужен Христос», говорит святитель Игнатий. Но о какой же тогда награде шла речь в сегодняшнем евангельском отрывке? Конечно, в строгом смысле слова это никакая не награда. Бог человека не награждает, но по преизбытку своей любви изливает на каждого столько своих даров и столько благости, сколько человек способен принять без вреда для себя. А без вреда для себя означает в меру смирения. Того самого смирения, которое проистекает из опыта своих ошибок и падений, случающихся тогда, когда человек более всего и прежде всего надеется на себя, а не на Бога. Поэтому и говорит апостол Иаков, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Пространнее та же мысль выражена у преподобного Исаака Сирина. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающегося от них смирению. Если же смирение будет утрачено, то напрасны были все добродетели и все труды. Вот к этому новому состоянию, проистекающему из жизни во Христе, причем правильной жизни во Христе, Господь и призывает всех нас. Наше земное время дано нам именно для того, чтобы медленно, шаг за шагом, спотыкаясь, падая и вновь поднимаясь, мы могли приблизиться и к любви, которые были бы готовы и способны распространить даже на врагов, и были бы готовы совершать добро, не ожидая себе за это никакой награды ни от людей, ни даже от Бога. Закончу словами свидетеля Николая Сербского Велимировича из его мысли о добре и зле. Счастьем наградит Бог верных своих, то есть подобных Ему, причем не счастьем животного, но счастьем Бога. Бог не опоздает с наградой, но и не поспешит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok